Добрый вечер дорогие друзья, вы смотрите новости Кавказа, грузинского центра стратегического анализа Джесак и с вами я, Гелла Васадца. В Грузии продолжаются протесты с требованием перевести Саакашвили в обычную, нормальную, многопрофильную больницу, где только могут и наказать ему помощь. Сегодня же в Грузии состоялось заседание судебного процесса над Михаилом Саакашвили, ну как обычно власти уже традиционно не привезли Михаила Саакашвили на этот процесс, несмотря на то, что он очень ослаблен Саакашвили, был готов приехать на этот процесс. Однако власти сказали, что он слишком слаб для того, чтобы приезжать и в то же самое время сказали, что они не могут обеспечить его безопасность. С одной стороны, смотрите, если он слишком слаб, то почему его не перевозят в нормальную, многопрофильную больницу, где ему могут оказать помощь, тем более, что сам Саакашвили сказал, что готов прекратить голодовку в том случае, если его переведут в такую больницу. С другой стороны, если власти не могут обеспечить безопасность Саакашвили при перевозке, то что это за власть? Как-то не срастается все это. Я думаю, на самом-то деле здесь вопрос не в безопасности и даже не в том, что он слишком слаб. Хотя он действительно слишком слаб, но человек был готов на то, чтобы приехать туда, приехать на суд. Дело в том, что тут власти боятся двух вещей. С одной стороны, власти боятся, что общество увидит Саакашвили в каком он состоянии. Потому что все разговоры о том, что, мол, Саакашвили неплохо выглядит, неплохо себя чувствует и так далее и тому подобное. Эти разговоры, вы знаете, они даже, я бы сказал, несколько циничны. Потому что делать выводы о состоянии здоровья Саакашвили, когда врачи говорят, причем сами власти поддерживают, что Саакашвили очень ослаблен и очень плохо себя чувствует. Я думаю, ну да, тут опять-таки мы возвращаемся к вопросам морали. Делать публичные заявления по этому поводу нечто запредельное и зашкварное. Ну и во-вторых, конечно же, они боятся того, что скажет там сам Саакашвили. Поэтому, более того, даже власти запретили прямую трансляцию. Хотя это, в общем-то, общепринятая практика в Грузии. Чего хотят, то и творят, это понятно. И именно поэтому неудивительно, что в поддержку Саакашвили голодовку объявили сейчас шестеро депутатов еще Русдавского госсовета. Напомню, горсовета Русдавского. Напомню, что до этого объявили голодовку девять человек депутатам грузинского парламента. До этого уже более чем неделю голодает Елена Ховштаря. Это тоже депутат Грузинского парламента. И присоединился сегодня уже к голодовке еще один депутат Грузинского парламента Георгий Барамидзе. Уполномоченная Верховная Рада Украины по праву человека Людмила Денисова вообще считает, что обнародованные видеозаписи перевода Саакашвили в тюремную больницу можно квалифицировать как пытку. Ну вот смотрите, вроде бы как, ну да, мы это все видели, и да, конечно же, можно квалифицировать как пытку. Но в данном случае речь идет не о том, что мы так считаем. В данном случае речь идет о том, что элементарная вещь, когда это зафиксировано омбудсменом, уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины, это юридический акт, ровно так же, как и юридическим актом является решение Европейского суда по правам человека. Поэтому я думаю, что рано или поздно люди, нарушающие закон, в общем-то, ответят за него. Весь вопрос в том, что будет Саакашвили до этого. Вообще об отношениях украинных Саакашвили мы поговорим с нашим коллегой, медиаэкспертом, Кареном Адаяном, Каренцаном из Грузии, но в данное время уже долгие годы работает в Украине, в международной организации. Приветствую, Карен. Рад тебя видеть. Добрый день, Гила. Спасибо за приглашение. Взаимно. Карен, мы все наблюдаем вот эти дни, трагедию, которая разворачивается вокруг третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, но Михаил Саакашвили не только третий президент Грузии, он еще и украинский политик, и гражданин Украины. И, в общем-то, конечно же, здесь, в Грузии, это все очень близко и очень остро. Естественно, я тоже наблюдал за тем, как реагирует украинское общество и украинский политический истеблишмент. Но все-таки ты ближе и тебе изнутри виднее. Итак, скажу так, на какие группы делится? И есть ли разделение на группы по отношению к тому, что происходит внутри украинского истеблишмента и внутри украинского общества? Ну, давай начнем с того, что когда вся вот эта ситуация закручивалась с возвращением Саакашвили, я еще, я помню, что я буквально на следующий день у себя на Фейсбуке написал, что все может, собственно, завершиться выдачей Саакашвили, то есть переговорами с Киевом, с последующей выдачей экстрадиции Саакашвили в Украину. Ну и, в принципе, это будет win-win situation для всех сторон. То есть как для Тбилиси, то есть в лице действующих властей, которые избавляются от основного раздражителя, так и для Киева, для президента Зеленского, который скажет, что окей, вот мы своих не бросаем, мы их спасаем, вытаскиваем вот сюда из разных ситуаций, как это было и с узниками, и заложниками Кремля ранее. Окей. Но, как мы видим, ситуация пошла немножко в другом направлении. Третий президент Грузии до сих пор находится в заключении, и понятно, что вся эта история, что уже очевидно, что это надолго. То, что касается реакции на ситуацию с его задержанием и с последующим судом в Украине, ну, здесь, я думаю, что вы следите достаточно тоже активно и видите, какие реакции здесь идут вслед за этим. Было заявление президента Зеленского еще на начальном этапе всей этой истории, когда он сказал, что да, мы ни в коем случае не будем бросать своего гражданина, мы будем этим заниматься, мы будем пробовать его вернуть. Но дальше я бы разделил это вот следующим образом. То есть сейчас, по сути, тема освобождения Саакашвили, она поделена между двумя институциями. На данный момент в первую очередь этим занимается Министерство иностранных дел, которое через посольство в Грузии, конечно, активно следит за тем, что происходит, делает время от времени заявление по поводу ситуации вокруг третьего президента Грузии, ну, и гражданина Украины, соответственно. И вторая институция – это офис народного защитника, или как тут правильно назвать, офис уполномоченного по правам человека при Верховной Раде, то есть это Людмила Денисова, которая, я бы сказал, сейчас наиболее активно занимается вот судьбой Саакашвили и следит за происходящим в Грузии. И третий, наверное, ну вот, скажем, самый большой ньюсмейкер, можно сказать, на эту тему, это гражданская жена Саакашвили, депутат от партии «Слуга народа» Лиза Яреська. То есть она регулярно появляется в СМИ, на ведущих телеканалах и информирует, то есть рассказывает о ситуации, которая вот сейчас складывается. СМИ украинские, да, они тоже достаточно активно следят за всеми перипетиями дела Саакашвили в Грузии, но если мы перейдем, опять же, на уровень уже граждан Украины, скажем, к реакции, которая есть в связи с этим делом, то есть я бы не сказал, что тема Саакашвили сейчас доминирует в информационном поле. То есть, да, время от времени еще, когда только все начиналось, были какие-то обсуждения, были какие-то дискуссии в социальных сетях, то есть об этом первые пару недель говорили в СМИ довольно часто. Сейчас оно идет немножко на убыль, потому что, ну, здесь есть немного, скажем, другие вопросы, другие проблемы и топ-темы, которые, ну, скажем, немножко отодвигают в сторону ситуацию вокруг третьего президента Грузии. Вот единственное, что сейчас вот был всплеск такого интереса к теме, когда появились вот эти злочастные кадры из Болганской тюремной больницы, после чего и МИД Украины уже, скажем так, не в достаточно дипломатичной тональности, а уже немного, ну, скажем так, не то, что резко, но они уже выразили такую обеспокоенность в связи с ситуацией, а Людмила Денисова, то есть омбудсмена, она уже не выбирала выражение, и сказала, что, ну, просто по факту мы видим, что гражданина Украины просто подвергают пыткам в тюремном заключении. И призвала власти Грузии как-то, в общем, отреагировать на эту ситуацию. И известно, что есть решение ЕСПЧ, вокруг которого, да, в Грузии тоже были большие дискуссии, и сейчас в Киеве тоже на него ссылаются. То есть я понимаю, что на данном этапе, да, если говорить о том, что будет дальше, то есть мне кажется, Киев, официальный Киев будет стараться идти, опять же, по всем процедурам, в рамках которых, ну, обычно, ну, уже тут достаточно есть большие наработки, опять же, вокруг ситуации с заключенными, ну, с заключенными в России, когда вот государственные органы вместе там работают над тем, чтобы человека там, да, экстрадировали в Украину. То есть я думаю, что они будут работать вот в этом направлении, все будет делаться в рамках вот всех правовых норм и процедур, которые существуют между Киевом и Тбилиси, и они, собственно, позволяют потребовать экстрадиции, и чтобы человек мог уже дальше, допустим, проходить тюремное заключение, гражданин Украины на территории Украины, соответственно. Но сейчас об этом говорить пока что рано, потому что, ну, нужно, я так понимаю, что в рамках правового поля, конечно, мы все должны дождаться суда, после чего, да, будет вынесен, понятно, приговор, и тогда уже будет ясно, чего можно требовать. Да, но учитывая, что состояние Михаила Саакашвили вчера еще больше резко ухудшилось, то можно мы не дождаться суда. Дело не в этом, вопрос такой, знаешь, я следил, конечно, за реакцией еще соцсетей, да, у меня и в друзьях очень много жителей Украины, граждан Украины и так далее. Следил за реакцией соцсетей, следил на каналах, вот этот мой, то, что Соловьев потом выложил, я не знаю, ты знаешь это или нет, с Украиной 24, тогда же срыв мой был связан с чем? Срыв был связан с тем, что на протяжении, ну, пяти минут, пока я ждал, пока я ждал, что меня включат, я слышал, как они просто в студии этого канала бурно обсуждали, эксперты, я не знаю, кто там был, не помню, я с ними не знаком, бурно обсуждали, как Миша там ест и пьет, и какой Миша аферист и так далее и тому подобное. И потом я просто сказал, что ребята, так как система такая сенситивная, то давайте мне на русском задавайте вопросы, потому что я могу не понять детали. Но, смотреть, что самое интересное, самое интересное то, что мне так кажется или нет, вот я у тебя хочу спросить, что даже политические соперники и противники Саакашвили в Украине сегодня как бы не то, чтобы они стали его поддерживать, да, они стали поддерживать его чисто по-человечески, потому что, я хорошо помню, Савика Шустера, по-моему, это было, лицо Петра Порошенко, ну, оно действительно выражало страдание, вот реальность, мужик реально страдал по поводу этого, когда рассказывали про Саакашвили. Правильно ли говорить, что в общественном сознании в Украине перелом произошел такой, что даже противники, в принципе, в основном сочувствуют сейчас Саакашвили? Ну, я, потому что можно видеть, опять же, да, и в медийном пространстве, и по тем комментариям, и реакциям, как вот политического эстеблишмента, так и, опять же, в СМИ, там, известных медийных, других там известных медийных персон, да, можно сказать, что это не то, чтобы перелом, да, ну, опять же, да, те люди, которые, скажем, не были его большими симпатиками, то есть они по этому поводу совершенно не злорадствуют, они не высказывают, знаешь, какого-то, да, негатива, опять же, по отношению к Саакашвили, тут скорее, да, сейчас именно на человеческом уровне есть какое-то сочувствие, да, то есть что касается Порошенко, я думаю, да, чисто по-человечески, да, опять же, ну, мы все знаем историю их взаимоотношений, но Петр Алексеевич, да, даже вот в самом кошмарном сне было сложно представить, что он мог бы, там, опять же, отправить Саакашвили в тюремное заключение и подвергнуть, скажем, да, вот его всем вот этим, всем вот этим вещам, которым он сейчас подвергается в исправительном, да, в тюрьме в Тбилиси. Да, можно сказать, что это действительно так, и если мы посмотрим на то, там, о чем, опять же, да, говорится на ведущих телеканалах, тот же телеканал «Украина-24», да, ну и медиагруппа «Украина», опять же, да, Рината Ахметова, где, в принципе, Саакашвили всегда достаточно симпатизировали, он был частым гостем во всех ток-шоу, да, он достаточно часто комментировал те или иные, там, ключевые события различные и так далее. И еще есть такой момент. За последние, ну, вот пару лет, я думаю, ну, вот с момента его уже возвращения, когда Зеленский стал президентом, и, то есть, он перестал быть какой-то вот такой, ну, если раньше там это было, знаешь, как бы там были большие симпатики, то есть, как-то, да, вот отношение к нему, оно было разделено 50 на 50. Были и симпатики, были и те, которые его здесь не переносили. То есть, сейчас как-то отношение к нему, я думаю, что больше было позитивное. Потому что, ну, как-то вот, можно сказать, что Саакашвили в каком-то плане успокоился. Он здесь, ну, возможно, да, он нашел здесь свою нишу, опять же, да, вот Совет по реформам, Офис простых решений при президенте. Да, он занимался как-то, ну, он, скажем так, не особо сильно светился, он особо не лез вот в эти политические разборки, которые сейчас вот за последний год буквально, да, они на виду и вокруг там правящей партии. То есть, он абсолютно не претендовал больше ни на какие ключевые посты. Ну, действительно, он занимался своим делом и время от времени, то есть, да, было видно, что если он не занимается там тематикой реформ, он комментирует грузинскую политику. Вот, поэтому, да, больше, то есть, опять же, и чисто по-человечески, можете как-то и прагматить, и с точки зрения какого-то прагматизма местные, опять же, да, местный политик, как-то, да, ему действительно сочувствуют, и все говорят о том, что нужно как-то, да, поскорее всю эту ситуацию разрешить и по возможности либо отпустить, либо просто вернуть человека в Украину. Ты вообще понимаешь, что происходит? То есть, насколько, я уже перехожу к нашей, ты все-таки, да, ты сейчас в Украине и так далее, но ты все-таки из Грузии и так далее. Ты вообще понимаешь логику властей? Ты вообще понимаешь, насколько они, какой логике они действуют? Потому что понятно, что когда у человека вчера упал Калий, очень сильно там Эка Херхеулит нам товары рассказывала, просто она его видела про его самочувствие, там выходит уже какая-то коричневая субстанция, значит, что говорят, ну, врачи говорят, что это язвы многочисленные уже появились в желудочном кишечном тракте и в желудке. Мне, ну, мне честно, опять же, да, по-человечески, если мне здесь сложно комментировать, логики никакой я не вижу. Я вижу здесь только, опять же, ну, это, либо это какая-то, да, определенная вот личная неприязнь, опять же, да, у руководства Грузии, да, у нашего руководства, так как я до сих пор, что не Грузия, да, я об этом могу говорить, у нашего, да, руководства, у наших властей, вот. Либо просто другого я не вижу, то есть уже, если, ну, окей, если в самом начале, опять же, даже, ну, Запад был достаточно осторожен в оценках всей этой ситуации, то сейчас уже звучат призывы, опять же, да, решить этот вопрос прямым текстом, опять же, из Брюсселя, из Вашингтона и так далее. То есть не решать это, запереть его, то есть, ну, это понятно, что это может закончиться достаточно плохо. Либо у них, я не знаю, либо у них, возможно, перед глазами, опять же, какой-то опыт и практики Кремля, когда, да, закрыли Михаила Ходорковского надолго, ну, когда, да, он получил срок, пережил этот срок, потом его отпустили, и он уехал за рубеж. То есть, либо, если они видят себе это так, то есть, ну, ты правильно говоришь, тут вопрос в том, что у человека уже ухудшилось здоровье до такой степени, что, ну, вопрос в том, а будет ли он в состоянии вообще прийти на свой суд? То есть здесь я логики честно говоря не вижу. Давай так, мы сейчас, я понимаю, что мы сейчас все время как бы стараемся не говорить, но тут вопрос действительно жизни или смерти его. То есть он может умереть в любой момент, реально умереть, но, видимо, ты понимаешь, в чем дело? Я пришел к выводу, что, ну, просто-напросто они этого не боятся. То есть им... Окей, ну, я не знаю просто, кто у них занимается, опять же, да, там, стратегиями и планированием, но, скажем, да, плохой, скажем, да, очень негативный исход, то, о чем мы сейчас говорим, возможно, не дай бог, конечно, негативный исход ситуации вокруг третьего президента, он, собственно, ну, может привести, ну, опять же, да, если смотреть на то, чем это чревато. То есть, ну, по сути, это чревато изоляцией этой власти, это чревато последующей изоляцией страны. То есть, ну, когда вы декларируете, опять же, да, приверженность европейским ценностям, вы говорите о евроинтеграции, вы говорите, да, то есть вы декларируете эти вещи, но вы поступаете, скажем, да, ну, мне сложно сказать, ну, на уровне какой-то, да, автократии и диктатуры, когда вы просто не прислушиваетесь, да, там, к мнению общества, не прислушиваетесь к мнению зарубежных партнеров. Нет, ну, очень многие, да, несимпатики Саакашвили говорят, что, окей, пускай, почему власти должны прислушиваться к мнению извне. Окей, ну, никто не говорит, что нужно просто взять и завтра отпустить, но нужно хотя бы создать элементарно такие условия, в которых, ну, будет гарантирована, опять же, да, жизнь человека и будет гарантирована его, ну, какое-то нормальное здоровье. Чтобы наши зрители, так и психическое. Просто для тех, кто не в курсе, а многие наши зрители, наверное, не в курсе, в каких условиях сидит Михаил Саакашвили, это тюремная камера в тюремной больнице, где, во-первых, нет постоянного медицинского присмотра, то есть мониторинга постоянного медицинского нет. Во-вторых, в трех метрах от его окна находится другое окно, то есть напротив буквально на три метра всего расстояния, откуда, ну, отпеты уголовники постоянно его оскорбляют, постоянно кричат что-то и не дают спать фактически. Причем, как только гаснет свет, эти кризис усиливаются. То есть это человек, который не просто истощен, но еще и после 44 дней голодовки, фактически, еще и это пытка. И на самом-то деле это может, это еще больше усугубляет ситуацию. И вот в таком положении, когда они все это знают, ну, я не знаю, кстати, как тебе ответ нашего премьер-министра на просьбу Зеленского допустить украинских врачей? Он отказал? В данной ситуации я могу только единственное сказать, что наверху, возможно, они немножко потеряли связь с реальностью, скорее всего. То есть я не знаю, кто там во власти дает советы или кто занимается каким-то стратегированием, планированием и просчетом ситуации в том случае, если все закончится достаточно плачевно. То есть здесь все действительно может привести, тогда это все может привести не только к изоляции, ну, и к изоляции этой власти на международном уровне, особенно среди наших ключевых партнеров. И, собственно, к изоляции страны, потому что, опять же, да, когда ты декларируешь одни ценности, но поступаешь в итоге так, как, ну, может поступать только какой-то авторитарный режим, то есть, ну, а кто будет дальше иметь с тобой дело? Собственно, если нету никаких, да, рычагов влияния, не то, что даже рычагов влияния, если ты, если не удается, опять же, да, говорить на одном языке, если это государство, да, не хочет, опять же, следовать тем ценностям, которые оно декларирует, ну, о чем может тогда идти речь? То есть, да, речь, то есть ситуация следующая, да, довольно часто и в Тбилиси, и в Киеве, да, звучали заявления о том, что фактор Михаила Саакашвили не должен быть, скажем-то, основным раздражителем, и он не должен как-то мешать нашему стратегическому партнерству и двусторонним отношениям, но в случае, когда мы видим, что человека, гражданина Украины буквально подвергают пыткам в исправительном учреждении, ну, в тюремной больнице, то есть, как на это должно реагировать государство Украины, как на это должен реагировать официальный Киев, то есть, мы помним все эти примеры, там, да, когда был в заключении Олег Сенцов и другие, скажем, да, узники Кремля, и, то есть, и когда были, да, похожие, да, когда ситуации, опять же, и были голодовки, были какие-то, да, моменты, которые можно было назвать, да, пытками, то есть, естественно, официальный Киев не мог молчать и не мог реагировать по-другому, кроме, как, скажем, да, не просто высказывать возмущение, а работать над тем, чтобы просто вернуть человека, вернуть человека, вернуть человека в Украину, что совершенно нормально, что совершенно, там, опять же, с точки зрения, ну, опять же, и по-человечески это правильно, и это так должно действовать любое государство, а тут, в случае с Саакашвили, да, в данном случае, то есть, мы уже говорим о гражданине Украины, какие бы претензии к нему не были у властей Грузии, как к третьему президенту, да, и поэтому эти вещи нужно прекрасно понимать, и чем это все может закончиться. Абсурдная ситуация заключается в том, что мы сравнивая, мы сейчас сравнивая ситуацию волей-неволей, сравниваем ситуацию с Сенцовым, но Сенцов был узником путинского режима, и с Сенцовым как раз-таки все было понятно, то есть, абсурд, который стал былью. Я не буду у тебя спрашивать про прогнозы, потому что я понимаю, что их нет и быть не может. Я у тебя спрошу другое, а шанс на то, что это все кончится более или менее хорошо вообще существует? Какой он есть? Я думаю, шанс на это, конечно, есть. Совокупность действий, опять же, если это будет все происходить дальше, и будет определенное давление со стороны международных партнеров официального Киева, но здесь нужно еще и, чтобы это давление исходило от граждан Грузии. То есть, видимо, обычных акций протеста возле тюрьмы, если их недостаточно, то нужно ставить властям вопрос, и невозможно, да, в Грузии, в принципе, невозможно двигаться дальше без решения вот этого вопроса на сегодняшний день. Потому что оно все время на виду, и сейчас, опять же, что бы ни делали власти, они все время это приводят к какому-то негативному результату. Поэтому я думаю, что очевидно, что здесь, ну, просто необходимо, да, то есть важен вопрос справедливого правосудия дальше. И самое главное, просто уже на сегодня важно обеспечить уже просто доступ нормальных медиков, перевод в больницу дальнейший и то, что... Ну, и справедливый суд, наверное. И справедливый суд, да. И, конечно, справедливый суд. Огромное спасибо, Карен, за очень интересную беседу. Будем надеяться, что... все более или менее закончится хорошо. Хотя уже сейчас говорить о том, что закончится хорошо, сложно, уже нанесен непоправимый очерк в здоровье, но дай Бог, чтобы этим только ограничилось. К другим новостям. Вчера в районе Жермока был инцидент с ним, мы еще будем разбираться. В общем-то, вопрос в том, что там было на самом деле, как там было. Сейчас противоречивое достаточное сведение. И я думаю, что мы выслушаем мнение обоих сторон. Совбез Армении выпустил специальное заявление, в котором говорится о том, что подразделения вооруженных сил Азербайджана вторглись на суверенную территорию Республики Армении. Но так или иначе, в Армении этот эпизод уже имел, скажем так, оргвыводы, оргпоследствия. Никол Пашинян сменил министра обороны. Вернее, министра обороны, конечно же, официально меняет президент, но по представлению премьер-министра. Так вот, вместо Аршака Карапетяна министром обороны назначен Сурен Папетян. Газета Грапак написала о том, что Сурен, вернее, Аршак Карапетян сам написал заявление об отставке, когда получил от политического руководства приказ об отступлении на участке Джешбок СССР. Ну, как раз таки вот на этом участке. А что теперь, что касается Сурена Папетяна, нового министра обороны Армении, я думаю, вам будет интересно узнать, кто это. Достаточно молодой человек, 26 апреля 1986 года, родился в городе Степя-Набане. В 2003-2010 году учился на историческом факультете Ереванского госуниверситета. Дальше была магистратура исторического факультета Ереванского госуниверситета. И в 2012-2016 году аспирантура Санкт-Петербургского государства университета. Свою трудовую деятельность он начал еще в 2010 году, когда параллельно с учебой работал учителем истории в Ереванской средней школе. 54, что это его хорошо характеризует. Преподавал в гимназии Квант, видимо, ту же историю. В 2017-2018 году работал во фракции ЕЛК, совета старейшин Еревана. В 2018 году, после революции, начинается его стремительная карьера. В 2018-2019 год он был министром территориального управления и развития. Потом в 2019-2021 году министром территориального управления и инфраструктуры. Видимо, тут просто министерство было переименовано, оставалось на том же месте. 2 августа 2021 года указом президента был назначен вице-премьером Республики Армении. Ну и, соответственно, сейчас назначен министром обороны. Еще одна интересная деталь. Он был одним из инициаторов старта вашего 31 марта 2018 года движения «Бойшак», которое в апреле-майе 2018 года привело к бархатной революции. Издание «Зеркал АС» попросило у меня прокомментировать высказывание министра основных дел России Сергея Лаврова о том, что деятельность сопредседателей ОБСЕ будет в ближайшее время сконцентрирована на решении гуманитарных вопросов, создании условий для того, чтобы армянская и азербайджанская община в регионе устанавливали конфликт между собой, в регионе конфликт между собой, оговорка, конечно, по Фрейду. Устанавливали между собой атмосферу доверия, решали повседневные вопросы, в консультивных компромиссах, ну и так далее. Ну что я могу сказать про МГОБСЕ? Я бы не стал безусловно верить в то, что минская группа ОБСЕ будет заниматься только гуманитарными вопросами. Круп вопросов этого формата, как и любого другого, очерчивается теми руководящими документами, которые приняты и подписаны участникам формата. Как известно, никаких новых решений по формату МГОБСЕ не было принято. Впрочем, да, действительно, гуманитарные вопросы на данном этапе это то, что является достаточно актуальной темой. Не будем забывать и другое, в то же самое время, что гуманитарные вопросы в таких конфликтах очень тесно связаны с политикой. Вернее, это и есть политика. Что касается вопроса о статусе, данный вопрос не лишается, в принципе, участием или неучастием Азербайджана в работе Минской группы МГОБСЕ. Во-первых, Баку уже заявила о том, что вопросы статуса не будут отражаться. То есть, никто не может Баку заставить обсуждать эти вопросы. Решение достаточно однозначное и вряд ли оно может быть отыграно назад без серьезных репутационных потерь. Во-вторых, ну, интересно еще, что на столе перегорода. Что предлагается? Какие варианты предлагает Москва, Париж, Вашингтон или еще кто-нибудь? То есть, фактически, ведь мы не видим никаких конкретных предложений. Поэтому предмет обсуждения и вопросы вообще об обсуждении статуса достаточно туманные. Вот вопрос обеспечения безопасности жителей, проживающих на территории под контролем российских военных, весьма конкретный. И Москва вполне может использовать данный вопрос в формате Минской группы МГОБСЕ как аргумент в пользу продления мандатов. Кстати, это вот тот самый гуманитарный вопрос. К другим новостям. В Махачкале задержан оппозиционный журналист Магомед Магомедов. Сотрудники полиции Махачкала задержали заместителя главного редактора независимого издания «Черновек», тогда, когда он проводил одиночный пикет в поддержку своего коллеги Абдулмумина Гаджиева, в отношении которого, как утверждают российские журналисты и правозащитники, силовики, сформулировали уголовное дело по обвинению его в финансировании терроризма. Почему это меня не удивляет, я не знаю. По сообщению американского посольства в Киеве, Украина 14 ноября получила 80 тонн боеприпасов от Соединенных Штатов в рамках программы дополнительной военной помощи в размере 60 миллионов долларов, которую президент Байден направил в стране в августе. Так вот, в принципе, когда мы говорим о байрактарах, когда мы говорим о военной технике, о джавелинах и так далее, это, конечно, очень важно, но вы помните взрывы в Восточной Европе? Складов. В принципе, понятно, что эти взрывы были организованы СССР, и понятно, что эти взрывы были связаны именно с поставками в Украину. Что ж, так что это достаточно позитивная новость. Украине будет чем защищаться. Минобороны Казахстана опубликовала в своих соцсетях ролик о совместных командно-штабных учениях с турецкими военными в Нур-Султане. В видео показаны маневры зима и Анатолия 21. Очень интересное и занятное заявление Владимира Путина в эфире телеканала «Россия-1» сказал, что о том, что происходит на белорусско-польской границе, он лично узнал из СМИ и никогда не обсуждал из этого вопроса Лукашенко раньше. Ну да, конечно, но вы же тоже в этом не сомневаетесь. Ну и, наконец, прекрасная новость из Китая. ЦК Кумпартии Китая возвел председателя КНР Си Цзиньпина на одну ступень с двумя крупнейшими фамилистическими лидерами страны – Великим Корчим Мао и Великим реформатором Дэд Сяопином. С чем мы Си Цзиньпина и поздравляем. На этом все, пожалуй, на сегодня. Всего доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok